Желаем. Продолжаем опыты. Значит, вчера я запускал, значит, КПД было там 400, но не учтено было, что мотор-то еще требует возбуждения катушки. Вот это не учтено было. Сегодня я это просмотрел, и там КПД меньше получается, из-за того, что возбуждение катушки идет. Понимаете? Тратится, то есть 30 раз тратится. Вот это я не посчитал. Поэтому я сегодня переделал эту систему. То же самое, но не то же самое. Сейчас откроем. Видите, поставил магнитный, но вот у меня магнитного хорошего нет. Вот этот магнитный на 124 ватта. При 12 вольт, когда у него выход, если 12 будет, то это будет 124 ватта. Это уже проверял не один раз. Если сюда хороший магнитный, то будет, конечно, эффект получше. Сейчас посмотрим, что с этим получилось. То есть, еще раз показываю. Мотор от стиралки 400, вот видите, 480 ватт, 15 тысяч оборотов в секунду, в минуту вру. Мотор магнитный. Значит, взят он с автомобиля. Знаете, вот радиатор охлаждения. Вентилятор я, значит, выбросил оттуда, разбил пластмассовый. Он крутил радиатор охлаждения. Он с магнитами. На 124 ватта. То есть, замеренный, все проверенный. Ну и на маховик применяется колесо. Колесо. Обычное. Велосипед, ну, обычный такой велосипед. Так. Ну, здесь все поняли, я надеюсь. Далее. На реле ставим реле, он применяется на разрыв. Видите, здесь вот разрывает провод. Вот я входящий. Я его разрываю здесь на реле. Один, значит, фаза на реле идет, и фаза выход на другой контакт. Стоит на одну десятую, вот. Так. Не видно нифига. В общем, одна десятая, не буду... Да вы увидите по времени. Одна десятая и три. И вот три, все. Три секунды. Плохо видно. Что-то мелкое там все. Будем запускать. Так. Будем запускать. Так. Включаем, вот вольтметр включен. Чтоб знать, значит, напряжение выхода. Включаем реле. Включили реле. Поехали. И считаем мы это, потребление. И вот надо сдать, пока еще разгонится. То есть минуты три на разгон. Так как зазор большой, это зазор в 30 раз. Вот я включил реле. Ой, реле. Секундомер. Отсчитываю время. По вольтметру невозможно отсчитать. Потому что прерывания идут. По щечкам можно. Вот он набирает эту скорость. Поехали. Буду. Ф edenизии. Будемewать приятного сирта. Буду вернуться и стан metrocolка на стол Blackwood. Будем вернуться и по вольтметр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итого затраты 1 минута 57 секунд в круг прошел Что у нас здесь на выходе? 1,3 1,35 1,28 В общем 1,3 в среднем 1,3 вольта выход Пока выключаем И смотрим Что у нас значит выходит Что у нас выходит 1,57 Время у нас Прохождение круга 60 Прибавим 60 Прибавим 57 117 Помножим на 300 Кругов Разделим на 3600 9,75 У нас Так Так 1000 Разделить на 9,75 Сто два ватта У нас А тут у нас 1,3 12 Разделим на 1,3 9 А теперь 124 124 Разделим на 9 13,77 ватта А у нас Он выходит 31 раз Помножим на 31 427 ватта Вот А затраты Как вы помните 102 Разделим на 102 418 кпд Помножим на 100 416,7 То есть Если взять Мотор получше Помощнее Не на 124 А хотя бы на 500 ватт То и выход будет Соответственно В три раза больше Затраты Может увеличиться Когда скорость большая Затраты увеличатся Не тоже в три раза А может В полтора раза Или на 30% То есть Пока на таком моторе Мы имеем 418 кпд Это тоже Неплохо Даже такое Можно запустить Для мелких Нуж домашних Нужно Просто Две батарейки Вот эти батарейки Что стоят Спрашивали Это дохлые Нужно Две Вот Хотя бы Такие Новые Поставить И может Запускать А на данный момент Он дает Что Тоже можно Заправлять батарейку Но надо Это у меня Повышайка придет Повышайку Вывести оттуда И заправлять Даст экономию Без батарейки Экономия В четыре раза То есть Восемьдесят процентов